И о спорте. 8 золотых медалей из 10 возможных. Рекордной победой сборной Дагестана в Нарофоминске завершился чемпионат России по вольной борьбе. Так дагестанские вольники стали лидерами по количеству золотых медалей. Итоги заключительного дня соревнований в сюжете Курбана Рагимова. Эмоции бьют через край, полные трибуны не умолкают буквально ни на минуту. Последний день чемпионата России, как и предыдущие два, выдался для дагестанской команды богатым на награды. Начало положил Даурен Куруглиев, чемпион Европы из Дербента. Он уверенно добрался до финала, где с минимальным преимуществом взял реванш у основного соперника в борьбе за путевку на Олимпийские игры в Токио Артура Найфонова. Эту победу Куруглиев посвятил своему другу, получившему травму в автоаварии. Я сильно хотел взять реванш у него. Эта схватка была именно принципиальная. Мне надо было выигрывать. Победу я посвящаю Арсену Гузбанову, моему лучшему другу, чтобы он встал на ноги. Мы за него молимся, переживаем. Он в феврале попал в аварию. Эту победу посвящаю я ему, чтобы он на ноги стал и с нами начал тренироваться. В четвертом дагестанском финале на этом чемпионате сошлись Алихан Жабраилов и Магомед Курбанов. Дерби лидеров в категории до 92 килограммов прошло в напряженной и порой эмоциональной борьбе. Как и год назад, победителем вышел махачкалинский «Динамовец». У Жабраилова есть незаконченное дело. Со второй попытки он попробует обменять свою бронзу на золото чемпионата мира. Девятый раз мы встречаемся и, конечно, вы понимаете, на 9 раз одним и теми человеком бороться, и мы уже прям каждое движение друг друга знаем. И поэтому всегда такая вот напряженная схватка получается. Ему показалось, что я грубо поборолся, мне показалось, что он грубо поборолся и вот на этой почве. Потом руки пожали? Да, конечно, без этого никак. У меня есть цель выиграть чемпионат мира, а дальше уже будем думать. К сожалению, в прошлом году не удалось мне золотую медаль выиграть. Ну, ничего, бронза тоже не нормально. Ожидаемый статус лучшего полутяжеловеса страны подтвердил Абдул-Рашид Садулаев. Олимпийский чемпион одержал четыре разгромные победы, и только соперник по финалу Асламбек Сатеев сумел продержаться против дагестанского танка все шесть минут. Титул чемпиона страны Садулаев завоевал в пятый раз. Нельзя сказать, что здесь не было таких серьезных соперников. Там, как я ранее уже говорил, чемпионат России, здесь слабых проходных схваток не бывает. Поэтому иногда вот нежели выиграть, тяжелее выиграть чемпионат России, чем чемпионат Европы или мира. Ну, такой настырный парень, который постоянно атаковал, я еще помню, на сборах. И я не был удивлен, что он вышел в финал. Еще одно золото сборная Дагестана мог принести Шамиль Шарипов. Этот молодой тяжеловес из спортшколы имени Садулаева стал открытием заключительного дня. В полуфинале он выбил из борьбы за первое место чемпиона Евроигр Анзора Хизриева. Однако в финале весьма спорным решением судей и ступень опытного Алана Худаева. Несмотря на это, сборная Дагестана сумела завершить чемпионат с рекордным показателем. Впервые в истории вольники из страны гор завоевали 8 наград высшей пробы. Помимо этого, в копилке еще 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. Фантастический чемпионат для нас. 8 золотых медалей, о чем можно еще говорить. Мы довольны, счастливы. Оказалось, что могли еще лучше. Небольшое упущение, судейские споры в весовой категории 125 кг. Мы порадовали Даурен Круглиев, Розамбек Джамалов. Эти такие весовые категории, которые... Олимпийские. Да, и олимпийские, и те, которые мы как бы не могли за собой застолбить долгое время. Я надеюсь, что ребята окрепнут и задержатся в этих весовых категориях, в лидерах. После недельного отдыха борцы, вошедшие в число призеров чемпионата, отправятся на сбор национальной команды, где тренеры определят состав для поездки в Сербию на чемпионат мира. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Нарафаминск, Московская область.